три три с половиной недели моя машина стояла у дилера на ремонте с половиной недели именно поэтому видео не выходили так давно но давайте разберемся в чем же причина почему же так получилось но прежде всего я хочу ответить всем тем кто писали довольно мягко так сказать странные комментарии под прошлом видео их очень много я не могу на это не ответить вот так вот публично в этом видео то есть я говорю о тех комментариях о тех комментаторах которые писали что вот ты блин идиот сам поломал машину а теперь ноешь мог починить и мне все это по гарантии то есть по бездорожью ездил все сломал идеально починить меня по гарантии придурок вы вообще ребят вы прикалываетесь что ли или серьезно не знаю может вы как-то невнимательно смотрели или вы думаете что на заводе и у дилера сидят одни какие-то безмозглые безмозглые люди и чинит по гарантии просто вот все чем к ним приходит просто не глядя подписывают да гарантии конечно мы починем что ломаете дальше так по вашему это происходит давайте пройдемся по пунктам что же собственно меня из проблем в этом автомобиле подпадала под понятие гарантийный случай ну во первых это щелчки сцепления как я думаю вы помните потом протечкой маслом между раздаточной коробкой и коробкой передач далее но пробка из раздатки вылетела и недавно еще вот сломалась ручка водительской двери что по вашему из этого сломал я если вы опять же внимательно смотрели предыдущие видео то вы знаете что щелчки и протечка у меня появились еще летом до того как я ездил на какие-то бездорожья серьезные пробег там был что-то около в семи или восьми тысяч километров на тот момент может быть девять я уже не помню все то почти прям новый автомобиль я с ним ничего не делал просто протечка у многих она происходила просто щелчки да пробка у меня вылетела относительно недавно но она вылетает у каждого первого рано или поздно как мы знаем и ручка двери вот буквально перед прохождением перед тем как я отдал машину у меня сломалась так что вот так вот из не гарантий но естественно вода попавшая в мост я не ныл как вы выражаете это была констатация факта я не понимаю вообще где вы там нытье увидели это вообще что значит я сказал да вода попала в мост ну она попала как я должен был еще об этом сказать и масло за замену масла я заплатил своего кармана ну что в этом странного свой карман и я короче заплатил ну естественно за прохождение то то есть там проверка все замена масла то мне кстати давайте вот вышел в 2600 рублей это само то то есть проверка всего на свете и сами работаем по замене масла и замена масла 7 литров еще 2000 рублей то есть 4671 рубль это первое то масло масло извиняюсь масляный фильтр у меня был свой поэтому он стоимость не включен дальше я еще заплатил за замену масла в мостах кстати замена масла в раздатке мне все-таки проставили за мой счет то есть пробку они поменяли на датчик не на пробку она датчик с обрезанными проводами поменяли по гарантии и за это денег естественно не взяли но за замену масла в раздатке почему-то деньги взяли ну ладно в принципе не велика потеря и замена ручки да там как мне сказали вылетел какой-то штифт внутри этой ручки ну честно скажу я эту ручку в глаза не видел я не разбирал никогда не знаю какие там есть детали короче сломалась именно ручка это работа по гарантии замена ручки вот водительской двери полностью по гарантии а ну еще я заплатил за замену прокладки картера крышки картера переднего моста потому что тогда мы вот мост варили меняли на герметик ну не знаю герметик почему-то протекал заменили в общем на прокладку это я попросил просто заменить ему на прокладку заменили тоже за мой счет значит и того того что заплатил я получается прокладка крышки замена я уже сказал фильтр салона мне поменяли тоже за мой счет 300 рублей элемент воздушного фильтра это фильтр двигателя тоже 300 рублей тоже за мой счет замена масла в переднем заднем мостах 2200 рублей масло в раздаточной коробке замены 969 рублей и регулировка а да кстати то что у меня вот заднее правое колесо люфтила кстати я честно говоря предполагаю что это отдыха этот люфт появился вот в этом моменте а еще колесо разбортирует спасти лебедку лебедку спасти не знаю пока нет давай надо выровнять выровнять надо то есть когда на чухламу ездили вот в последний день тогда неудачно за меня лебедили скорее всего это из-за этого но не суть в общем регулировка смазка ступицы подшипника задней правой ступицы 1300 рублей недешево да но тем не менее ну соответственно расходники и того и того и того 6700 рублей работы и 2400 рублей это деталье то есть я заплатил 9200 рублей за за то что заплатил и еще четыре тысячи 600 за то первое и того 13800 рублей это с меня по гарантии мне поменяли идем по списку подшипник в цеплении говорят что подшипник маховика но честно говоря не понимаю как подшипник маховика мог вызывать просто щелчки в педали сцепления мне лично кажется что речь все таки идет о выжимном подшипнике но мне сказали подшипник маховика я накладные эти видео но мне их не отдают то есть это надо отдельно идти просить чтобы копию выдали сами накладные не отдают то что гарантийный там даже цены никакие не стоят то есть все бесплатно нулевой в итоге ценник дальше заменили еще рабочий цилиндр сцепления протекал может кстати из-за него щелкало ну как то как бы то ни было подшипник и выжимной рабочий рабочий цилиндр сцепления дальше не работал изначально из завода не работал нормально этот как его сапун сапун коробки передач именно из-за этого давануло масло из коробки в раздатку соответственно изменяется там сальник он идет вместе с подшипником замена сальник подшипника между раздаткой коробкой и естественно замена этого самого сапуна именно из-за него ремонт так долго и длился то есть объясняю еще раз отдаешь машину по гарантии значит ты мало того что ждешь сначала гарантийщика их него который приезжает все фотографирует все оценивает отправляет это на завод дальше завод какое-то время там три-четыре дня он принимает решение гарантийный в случае не гарантийно отправляет назад дилеру ответ что до делаете за счет клиента или делаете по гарантии а если добро делать по гарантии значит начинается поиск запчастей отправляется запрос на центральный склад центральный склад там через день через два опять же выдает ответ если в наличии что они стоят по компьютеру все надо запрос отправить тоже бывает что компьютеру одно а по факту в наличии уже нету кончик вот и если конечно на складе есть то там опять же еще три-четыре иногда пять рабочих дней все это дело едет хотя вроде как склад рядом подмосковье но сапуна коробки передач на складе не было и он ехал из ульяновска три мать его недели сапун коробки передач именно поэтому три недели и три дня машина стояла у дилера в разобранном виде в рем-зоне со снятой коробкой передач естественно никакой радости от этого дилер тоже не получал от того что он не морозил подменную машину мне не дали вроде как она одна есть в наличии но она естественно всегда на руках по закону кстати подменный автомобиль давать никто не обязан это добрая воля там дилера или завода или еще кого то в общем мой дилер подменную машину мне дать не в состоянии обидно но факт если бы они продержали бы да там более 45 дней машину в ремонте то в принципе я имею полное право расторгать договор возвращать деньги там ну в общем все такое надеюсь до этого не дойдет аж мне в принципе машины меня все равно устраивает и ничего другого я себе покупать но были бы у меня сейчас эти деньги снова на руках снова стояла перед выбором покупки новой машины скорее всего все равно бы пришел к патриоту так ну еще хочу вторым добрым позитивным комментатором ответить насчет того чё ты мол придурок опять же да там они не стеснялись в выражениях ноешь из-за того что ты требуешь отзывную кампанию на эту пробку мол возьми да применяй сам там плевая работа опять же но вы опять вы чё прикалываетесь что ли я для вас стараюсь я стараюсь для всех у заводов мне мне уже поменяли эту пробку мне ничего не стоило обратиться и они мне просто да взяли поставили туда этот датчик бесплатно за 0 рублей я ничего для этого не делал я просто отдал машину сказал вот эта проблема исправьте и они ставят датчик обрезают провода за ненадобности все проблема решена там ну сто способов решения это копеечный вопрос вы серьезно думаете что вот из-за этих двух копеек когда у меня вот целый ворох всяких проблем я прошу сделать отзывную кампанию для себя для себя такого злого эгоиста нет мы уже сделали я все равно продолжаю этим заниматься я не оставляю этот вопрос я для вас стараюсь у меня вот такой вот канал на нем 11 тысяч подписчиков скоро будет 12 тысяч подписчиков меня иногда смотрит там по полмиллиона людей я понимаю что я имею какое-то влияние со мной разговаривают представители завода спрашивают там что там да то я им отправляю вопросы иногда мне на них даже отвечают я понимаю что вот дядя вася какой-то в деревне там иваново он не может никак ни на что повлиять он просто вот у нет пробка вылетела и все и пипец у него там попала вода попала грязь пипец его раздатки он будет сам в гараже в своем ковыряться с ней получать кучу проблем и никто ему не поможет но если была бы отзывная кампания ему позвонили бы ему бы там написали письмо он бы приехал ему бы это поменяли а так он знать не знаю что не даже эта пробка есть вот я пользуюсь как бы да своим влиянием и чипе пытаюсь рассказать об этой проблеме пытаюсь добиться отзывной кампании для всех не для себя у меня этой проблемы больше нет и никогда не будет я для всех вас стараюсь а вы мне вот такое люди пишите но я не знаю не знаю что еще сказать ладно проехали в общем машину я забрал все из указанного мне починили где-то на двадцать с лишним тысяч если считать по ценам дилера ремонтом не обошлось в 0 рублей и 13000 я заплатил своего кармана из которых 6 сколько там я уже забыл 6400 да по моему а извиняюсь 4600 это то который я по-любому должен был пройти чтобы чтобы собственно не слетать с гарантией так что вот так вот но не обошлось без ложки дегтя все работает хорошо кроме одного момента до этого до того как я машину отдал такого не было сейчас покажу значит смотрите ребята вот у меня сейчас машина заведена стоит на холостых оборотах выжимаю сцепление вот выжимаю сцепление и как только выжимаю сразу включая передачу и так идем по очереди первое без проблем 2 без проблем 3 без проблем 4 слышали еще раз еще раз 5 без проблем 3 без проблем 4 объясняю проблему с синхронизаторами совершенно явно на ходу с 3 на 4 я переключаюсь нормально то есть вот я выжил сцепление и подождал чтобы вал остановился и спокойно 4 включается если я не подожду чтобы выбег вала прекратился чтобы он остановился резко выжил сцепление сразу включил хрязь какая-то хрень синхронизаторами коробку они в принципе снимали но я не разбирали как такое может произойти было помогло произойти я честно говоря не понимаю снова повезу машину в дилеру буду об этом говорить потому что этого не было ну как бы даст 3 на 4 на ходу переключиться проблем особых нету что на машине даже если там не было бы вообще синхронизатором просто пропадаешь в обороты ну ничего сложно а вот если я еду на 5 и мне надо идти на обгон резко ускориться мне надо спятой переключиться на четвертую вот здесь возникает проблема хрень то ее воткнешь то есть получается надо методом двойного выжима я выжимаю выщелкиваюсь нейтрали отпускаю сцепление снова же добавляю газа добавляю оборота снова же мая сцепление и тогда резко уже включая четвертую тогда она попадет но это собственно вот такая вот проблема так что ребят вот так вот такие от пироги снова повезу машину оставлять дилеру пускай смотрят нам тоже продемонстрировать это легко как минимум на холостых но ему по ним прокатимся пускаю если не поверят попробовать с 5 на 4 переключиться на ходу у них это без хруст и не получится поэтому вот такая вот цена гарантии смотрите только снятие коробки передач снятия установка это где-то 8000 рублей по их ним по дилерским ценам потому что да ну довольно трудоемкая операция да в гараже вам наверное где-то за пятерку это сделают плюс разборка плюс то да все то есть где-то 10000 рублей будет вам ремонт коробки передач здесь же я плачу 0 но зато правда заплатил вот 4 600 я считаю что в случае с уазами которые постоянно не часто но периодически доставляют какие-то хлопоты да те кто пишут что это ведро с болтами вы отчасти правы ребят ну блин ну такая вот машина за свои деньги тем не менее объективно вот без эмоций положа руку на сердце но она стоит своих денег эта машина не достаточно много плюсов она отлично едет отлично прет по бездорожью большая просторная с кучей современных опций все равно мне эта машина нравится да чудовищное качество да плохие комплектующие но пока есть гарантия я продолжу обращаться и мне продолжат делать все задаром собственно вот так вот а на этом все извините что так вот меня немножко бомбанула насчет негативных комментариев нет вы пожалуйста если вы что-то думаете о качестве видео обо мне лично пожалуйста пишите но когда я вижу что воспринимается не объективно то что я показываю что я вроде показал одно а люди видят совсем другое я не понимаю этого я не могу спокойно да я я вот отвечаю и в комментариях я им писал спрашивал где вы собственно видите на чьё где вы видите какой-то ладно забыли о чем речь называется все спасибо за внимание до встречи в следующих видео если я сейчас машина оставлю опять же пойдет пойду продолжать серию своих вот свои новые рубрики автомобильные заблуждения тем более я смотрю вы прям замечательно поддержали я честно говоря удивлен насколько позитивно эта рубрика в этот раз зашла так что у меня нет выбора кроме как продолжать все еще раз до свидания спасибо пока